Приветствую вас, друзья, на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать свои гномы, которые у меня растут в открытом грунте, и что у меня получилось в этом году. Я думаю, друзья, что в этом году уже от гномов ждать нечего. Вот все, что завязалось на сегодняшний день. И я думаю, на этом все. Сейчас я вам покажу и расскажу, какие у меня сорта. Вот самые два первых кустика. Вот, друзья, так они выглядят. Пока еще ничего не поспело. Это у меня сорт ДСА. Вот таким образом выглядит. Вот, друзья, плодики. Ну, по-моему, начинают уже маленько поспевать. Вот, друзья, ДСА. Следующий сорт томатных гномов – это у меня Деспирада. Вот, таким образом он выглядит. Так, сейчас вот вырос такой небольшой кустик. Вот, и вот второй. Здесь, видите, такой маленький уже поспел. Там внизу. Вот, друзья, таким образом выглядит кустик. Я потом соберу все спелые томаты и покажу вам, как они выглядят. Следующий сорт – это у меня Пурпурное сердце. Вот на этом кустике пока еще ничего не поспело. А вот на этом один только томатик. Вот, таким образом он выглядит. Следующие кустики у меня идут бой с тенью. Но здесь я уже срывала томатики. Вот, смотрите, уже листики начали немного портиться. Вот, надо будет их удалить, эти листики. А также вот здесь этот кустик побольше. Я не знаю, почему с той стороны больше завязываются томаты. Хотя это одни и те же сорта. Вот я их по две штучки сажала. Следующий сорт – это у меня Тасманский шоколад. Тоже в этом году очень мало завязал плодика. В том году было много. Вот в том году я Тасманский шоколад сажала. А вот эти все гномики у меня первый раз в этом году. Так что я еще раз вам повторюсь. У нас была очень холодная весна. И гномики очень долго стояли в сырой холодной земле. Корни у них. Так, следующий гномик – это металлика. Вот весь потрескался, друзья, смотрите. Вот таким образом выглядит. Вот видите, опять следующий кустик. Мне кажется, побольше и покрупнее плодики завязала. А с этой стороны не очень. Так, это у нас, когда был ураган, мне тут все посносил. Так, друзья, металлика. Вот гном металлика. Таким образом выглядит. Следующий сорт – стринги. Вот один только томатик, а другой у меня в теплице. Самый первый он поспел. И очень продуктивный в теплице. Здесь, конечно, видите, вот, выглядит таким образом. Тоже я его посадила поздно в открытый грунт. Он у меня все стоял рассадой в теплице, так как было очень холодно. Так, вот, друзья, гном стринги. Здесь пока ничего не поспело. Я собираю от гном стринги томатики только в теплице. Еще один гномик. Ньюби дворф называется. Вот, видите, таким образом выглядит. На этом кустике пока ничего не поспело и не так много завязалось. Так что вот, друзья, в этом году с гномиками не все так хорошо. Ну, что делать? Погода нас подвела в этом году. И сейчас, друзья, я сорву поспевшие гномики и покажу вам, какие плодики по сортам. Я собрала поспевшие гномики. Что у меня получилось, я вам сейчас покажу, какие гномики, томатики, их выглядят. Вот, под номером три у меня это. Вот я себе специально даже. Деспирадо. Вот, друзья, гномик выглядит таким образом. Небольшой, но вот поспел. Самый первый из этого сорта. Пока еще остальных спелых нет. По одному только томатику поспели. Следующий идет у меня пурпурное сердце. Вот этот мне очень понравился. Смотрите, друзья. Вот таким образом он выглядит. Сердцевидный такой цвет. Очень красивый. А также бой с тенью. Уже я вам показывала в предыдущих видео. Вот, выглядит таким образом. Следующий томатик. Ньюби Дорф. Вот такой. Малюсехонький. В том году он у меня был крупный. Вот этот Ньюби Дорф. И тасманский шоколад. Это мои семена. В том году я высаживала. А восемь гномов я высаживаю первый раз. Я эти семена заказывала у Ольги Черновой. Так, ну и это уж совсем. Металлика. Ну какая-то металлика. Вот такую пипочку я там сорвала. И то она у меня потрескалась. Ну цвет такой, видите, полосатый. Вот таким образом выглядит. А остальные томатики еще зеленые пока. Так что вот. Ну вот это тоже Дисперадос совсем маленький. Поспел. Ну и это мой, как говорится, фаворит. Самый первый, самый ранний. Поспел у меня в этом году. Это томат стринги. Напоминает чем-то полосатый шоколад. Но полосатый шоколад сладше. Это такой томатный вкус. Такой даже с кислинкой. Ну для меня, по крайней мере. Может кому-то или у кого-то по-другому он вырастет. Все зависит от условия, температуры. Вот томат. Томатный гном стринги. Так что вот, друзья, сегодня. Гномики я собрала. Самые первые, которые поспели. Кроме стрингов, конечно. Стринги. Они вообще. Уже очень давно я их собираю. Так что они самые первые стринги. Томатные гномы. А вот на улице вот. Сегодняшняя уловка, говорится. По маленькому томатику. И то не все гномы, которые у меня еще на улице. Которые я вам сейчас показываю. А вот только то, что созрело на сегодняшний день. Вот эти томатики. Друзья, ну на сегодня все. Показала вам своих гномиков. Которые у меня растут в открытом грунте. Еще раз повторюсь. Первую. Пробую первый раз в этом году. Вот надо уже идти домой. Смотрите, какие у нас облака. Сейчас обед. И я думаю, сейчас у нас будет тут. Вот видите, друзья. Опять, наверное, будет у нас ураган. Когда пришла в огород, было солнце, жарища. И вот сразу же, буквально через 5 минут, температура поменялась. Ну что, друзья. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Желаю всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok